Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Компин Байт. Сейчас перед вами Bosch ГАЗ 6000W, стоит разделитель, к нам заказчик обратился с следующей проблемой. У него стоит здесь дымоход, дымоход, просто дымоход, 100 неизвестно какого-то диаметра или 10 надо ставился. Единственное, что когда я первый раз приезжал, здесь 400 марка стали, какая неизвестна, ну 400. Делалось очень давно, потому что очень страшно, там зубчатка стоит, плюс соединение негерметичное. Котел, обратите внимание, у него турбированный газовый котел, где выход стоит через раздвоитель, через адаптер, либо через штаны его называют, как кому угодно. То есть, соответственно, здесь было несколько вариантов. Первый вариант, загнать воздух на улицу, чтобы он брал котел вовнутрь, а сюда, это как заказчик сначала котел, просто выход газа. Приехал, сказал мне, забортовал эту систему, плюс там система собрана вся по дыму, не по конденсату, если стоял вопрос, то заказчик уже хотел, ну 430, когда бог с ним, давай ставить. Ну, а когда приехал второй раз сюда смотреть, там система вся собрана по дыму. Поэтому это запрещено, ни в коем случае не испытывайте судьбу, потому что потом будете все полностью переделывать. Это уже пройденный этап, хотите поэкспериментировать, пожалуйста, смотрите. Поэтому здесь мы сейчас будем подгонять, в итоге пришли к тому, что воздух будет брать из этой трубы, и в эту же трубу мы будем загильзовывать полностью 80-ку. Если мы соберем все по конденсату, мы ограничены в расстоянии, вот эта ниша, во-первых, ограничена, у нас ряд ограничений стоит, в которых я вам потом покажу, потому что очень много подрезок будет, подгонок. Ну, к сожалению, да, когда вот не запланировано, когда дом без проекта строится, а здесь, вернее, заказчик вообще дом купил уже готовый, в таком вот варианте недоделанном, и очень много переделывает. Потому что вот это вот одна переделка, вернее, подключение будет дымохода полностью, загильзовка заново, плюс у нас еще будет камин, подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть, также будем подключать камин, и там тоже есть косяки. Все, мы начинаем работать, вы смотрите, все увидите, систему дымоходов собирается только по конденсату, и сидите спокойно. Мы закончили монтаж дымоходов, сейчас здесь все установлено, все обвязано, что было сделано. И вот наша работа, смотрите, газы, во-первых, выходят вот отсюда, пошли по алюминиевой трубе, почему алюминька, здесь нержавейка, объясняю, потому что расстояние ограничено, и угол 90 на алюминьке, он короткий. Видите, какой 90 угол, пока ты, на 80, поэтому поставили алюминьку, алюминьку, здесь полметровая, еще 90, и мы пошли сюда. Все, вот это прочесной карман, видите, тройник жестко стоит, четко, ровно, ему ничто не мешает. И когда пожарная инспекция придет, либо придет газовщики, служба газа, они проверят, канал чистый, птичек нету, все видно, все обслуживаемое, вот так должна выглядеть классическая система. И обязательно с газоплотной резинкой. Еще хочу, мне очень часто в комментариях пишут, Дмитрий, почему у нас пришли пожарники и сказали, что нельзя собирать систему вот таким вот образом. Объясняю, потому что у вас нету газоплотной резинки. Особенно, когда гофры на это, они вообще реагируют, поэтому, если вы хотите таким вот образом собрать, то обязательно газоплотная резинка должна стоять. То есть, вот это вот, дальше мы пошли один тройник, второй тройник, он также под конденсатом, и вот здесь стоит заглушка. Здесь скотчем заклеили, герметиком заклеили, для того, чтобы воздух не подсасывал, и все. И дальше вся труба загильзована от начала до конца. Вот здесь был изготовлен переходник индивидуально, таких стандартных нет, у него здесь 160 с мелочью, на 80 минус, и все. И вот отсюда он берет воздух. То есть, то расстояние, которое осталось между вот этой трубой 80 и вот этой вот неизвестно какого диаметра, да, прямо так скажу, неизвестно какого, потому что это где-то в гараже делалось лет 10 назад, вы видите, шуклепка стоит, еще видите, таких сейчас уже мало кто делает, но все равно на рынке они даже встречаются. Поэтому вот при такой системе у вас никогда проблем не будет. Все классическое, здесь адаптер стоит, адаптер алюминиевый. Все, результат вы видели, я вам объяснил, как можно сделать, это один из вариантов. Это не говорит о том, что делать именно надо там. Нет, здесь вариантов много, еще раз говорю, когда вы покупаете раздвоитель, с раздвоителем можно немножко поиграть. Здесь либо вы покидываете на улицу подачу воздуха в камеру заранее, либо в шахту, но здесь мы использовали в шахту. То есть, изначально, еще раз, вот я здесь выезжал первый раз на объект, заказчик попросил приехать посмотреть, я посмотрел, потом говорю, давай материалы ты мне продашь и сам смонтирую. Ну, когда я уже влез в этот объект, вовнутрь этой шахты, конечно, я ее все исследовал, когда уже сказал, что система собрана по дыму, ее надо переразбирать, ее надо перебрать, то все-таки сделали выбор на том, что я материалы поставляю, я монтирую и все загоняем вовнутрь. И в так же раз уже решилась одна важная очень проблема, это с подачей воздуха в камеру сгорания. В итоге мы отсюда воздух взяли и отправили в котел. И то количество воздуха, которое для котлу необходимо, он будет спокойно брать. Мы фасад не резали. Купили дом, проверьте обязательно дымоход, потому что проблемы могут быть. Когда вы начнете уже жить в доме, получать удовольствие, у вас тепло будет, и здесь начнет наконец-то появляться на стене, это не дай бог. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, подписывайтесь на мой канал. Конечно, заказывайте мне монтаж дымоходов, покупайте у меня дымоходы. Всем хорошего настроения, не забываем подписываться на мой канал. До новых встреч, пока!